слава богу слава иисусу христу нашему спасителю господу шаббат шалом а рассе не даже пишут ну если пораньше то можно и так в принципе но на всякий случай да принято так если и в израиле сейчас принято так что если мы там до субботы не встречаемся вот то заранее говорим уже шаббат шалом но завтра будем шаббат встречать уже завтра пятница у нас слава господу нашему алиса да слава богу приветствую всех кто подключился подключается сейчас добрый вечер всем приветствую всех из санкт-петербурга с берегов невы именем господа нашего иисуса христа приветствую всех и ни в ком другом нет спасения дамы господа братья и сестры ибо нет другого имени под небом данного нам людям которым надлежало бы нам спастись которым спасены которым спасаемся слава господу да приветствую всех братьев сестер сейчас приветствую свою семью приветствую супругу свою драгоценную инну сергеевну приветствую детишек наших приветствуем внуков наших слава богу да мир вам вашим домам родным ближним сегодня в этот четверг вечером вот я снова выхожу в эфир завтра посмотрим как получится постараюсь тоже в 6 часов выйти тоже в эфир вот и спасибо всем за молитвы спасибо всем за поддержку участие в моем служении господу и вот сегодняшний вечером я место из писания такое провозглашаю прямо сейчас в самом начале ну и по ходу этого сегодняшнего эфира это из псалмов давида из псалтеря 39 псалом там написано добрый вечер роза добрый вечер салям мир всем татарам всем всем кто подключился верующим разных конфессий динаминации народов мир всем вам и благодать да умножится познание господа нашего иисуса христа аллилуйя и задолго до бога воплощения задолго до пришествия машиаха до рождества христа до нашей эры царь давид псалмопевец он восклицал в этом псалме 39 псалме начальнику хора написано 39 псалом псалом давида твердо уповал я на господа и он преклонился ко мне и услышал вопль мой аллилуйя спасибо тебе господь извлек меня из страшного рва из стенистого болота и поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои и вложил в уста мои новую песнь хвалу богу нашему увидят многие и убоятся и будут уповать на господа аллилуйя блажен человек который на господа возлагает надежду свою и не обращается гордым и уклоняющимся ко лжи много соделал ты господи боже мой о чудесах твоих о нас о чудесах и помышлениях твоих о нас кто уподобится тебе хотел бы я проповедовать и говорить но они превышают число аллилуйя жертвы и приношения ты не восхотел ты отрин открыл мне уши а все сожжение и жертвы за грех ты не потребовал тогда я сказал вот иду в свитке книжном написано о мне я желаю исполнить волю твою боже мой и закон твой у меня в сердце аллилуйя братья и сестры и вот само завершение этого псалма 17 стих предпоследний я обозначил как раз как назвать это заставкой да вот картинкой для вот оформления можем так сказать этой трансляции сегодняшней вечерней трансляции да радуются и веселятся тобою все ищущие тебя и любящие спасение твое да говорят непрестанно велик господь аллилуйя велик господь бог велик возвеличен аллилуйя слава тебе слава тебе велик господь аллилуйя слава 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 этим вечером боже я воздаю тебе хвалу и славу всю боже как сказано здесь да радуются и веселятся тобою все ищущие тебя и любящие спасение твое да говорят непрестанно велик господь аллилуйя велик господь слава тебе слава тебе и хвала аллилуйя аллилуйя слава 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 благословен господь бог наш царь всей вселенной благодарю тебя в этот вечерний час молитвы боже благодарю тебя и благословляю великое имя твое и непрестанно радуюсь и веселюсь тобою боже как и все ищущие тебя господь и любишь как все любящие тебя спасение твое я говорю так же непристанно велик господь велик господь Аллилуйя! Слава, 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 слава Тебе, Господь! Слава Тебе! Велик Господь! Боже, благодарю Тебя, Господь, за Твою великую любовь, Боже, который предвкушал и вкушал Давид и многие-многие люди, Господь, в те далекие времена, как мы говорим, до нашей эмоции, до Бога воплощения, до Рождества Христова, до того момента исторического, великого исторического момента, когда Ты, Боже мой, доказал и показал, явил Свою любовь к роду нашему, к роду человеческому. Спасибо Тебе, Господь! Велик Ты, Господь! Велик! Аллилуйя! Ты велик! Ты прекрасен! Ты велик! Нет подобного Тебе! Нет подобного Тебе! О, Ты велик! Ты прекрасен! Ты велик! Нет подобного Тебе! Нет подобного Тебе! Прихожу к Тебе я с хвалою! Чудеса Твои велики! И любовь Твоя сильна! Прихожу к Тебе я с хвалою! Чудеса Твои велики! И любовь Твоя сильна! О, Ты велик! Ты прекрасен! Ты велик! Нет подобного Тебе! Нет подобного Тебе! Алилуйя! Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе! Благодарю Тебя! Боже! Слава Тебе! Да радуются и веселятся Тобою! Тобою! Все ищущие Тебя! И любящие спасение Твое! Да говорят непрестанно! Велик Господь! Аллилуйя! Слава Тебе! Боже Всепогущий! Ты прекрасен! Ты велик Господь! И ни с кем не сравним Ты, Боже! Благословен Ты, Царь Вселенной! Благодарю Тебя! В этот вечерний час! Благодарю Тебя! И благоставляю великое имя Твое! Аллилуйя! Аминь! 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 Братья и сестры! Благоставляю всех Вас! Возлюбленные! Кто подключился сейчас? Благоставляю Ваши семьи! Родных! Ближних! Аллилуйя! О! Спасибо Тебе, Господь! Спасибо! 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 Спасибо Тебе, Господь! Спасибо! Спасибо! Да! Андрей написал здесь тоже, да! Батюшка пишет, да! Признаете ли Вы хоть один собор или это всего лишь последующее измышление отцов церкви? Да! Соборы и древние, и современные! Вот у нас, кстати, вот мы молимся в эти дни о предстоящем соборе этого года, 2019 году! Всем в августе месяце будет собор! Приходите! Приглашаю Вас, Андрей Демидов, да! Вот! И... Да и все, кто сейчас смотрит меня или вот вживую, так вот онлайн, или потом видео будут смотреть эти... Приглашаю всех Вас на собор нашей церкви, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, архиепископом, который Ваш покорный слуга является в августе месяце. Преображенский собор будет, да! Молимся сейчас об этом. Вот три месяца последних этих молитв как раз перед собором. Три месяца этих молитв. Вот! И здесь, в Петербурге, молюсь об этом, в Москве, в других городах, где буду проповедовать, как раз к этому тоже призываю христиан. Ну и приглашаю всех, конечно, по возможности, кто имеет такую возможность, приезжайте. Будем очень рады Вам! Слава Богу! Поэтому и древние соборы, и современные соборы. Соборы это собрания, проще говоря, собрания людей, собрания верующих, собрания учителей, там, отцов церкви, собрания, значит, служителей церкви. Вот! И решения, и наших соборов, вот современных, сегодняшних, и древних соборов, знаете ли, все, необходимо просеивать, процеживать, все, необходимо пересматривать, безусловно. Не всякому духу верить, знаете ли, вот, было бы глупо, вот, если бы всему верить. Вот, я читаю здесь литературу, допустим, вот, здесь мне тоже дали, вот, и там у меня есть интересная историческая литература. Вот, тоже, как всему верить ли, или не всему верить, не знаю, нет смысла, думаю, это и опасно всему верить подряд вообще. Вот, любовь Божья, она всему верит, но не в том смысле, что вот таким образом. Поэтому и древним отцам, и современным отцам, и современным проповедникам, и древним проповедникам, все нужно проверять, все испытывать, хорошего держаться. Поэтому и в решениях соборов там, и вселенских, и поместных, древних, много прекрасного, много великого, вот, но и много, как всегда, где человек, там много и заблуждений всякого. Алекс пишет, здрасте, да, такое сокращенное, такое, здоровка, не. Да, приветствую всех, приветствую всех, именем Господнем, приветствую во имя Иисуса Христа. Да, здесь, кстати, еще приходят сообщения, сейчас. Так, ладно, это уже другие вопросы, уже там, уже на других страницах, ладно. Вот, и если есть молитвенные нужды о ком-то молиться, вот, в утренней молитве, в вечерней молитве, пишите, не стесняйтесь. Вот, обращаюсь сейчас вот тоже к Розе, Алисе, Арсению, там, кто подключился сейчас. Вы не стесняйтесь, если есть нужда какая молитвенная, то пишите, пожалуйста, потому что, действительно, это очень важно. Друг друга написано, тяготу носите, и таким образом исполняйте закон Христов, потому что, ну, на самом деле, мы призваны к этому. Вот, и Бог знает ваши нужды сейчас, Бог знает ваши проблемы, вот, и даже если они не написаны, то все равно я на руках молитвы сейчас, как священнослужитель, вот, как ведущий сейчас вот эту молитву молюсь о вас, благоставляю вас во имя Иисуса Христа, Боже всемогущий, благослови Господь, благослови Отец Небесный во имя Иисуса Христа, Боже всемогущий, Твое величие, Боже, да познаем мы верующие еще более и более, Господь, в этих чудесах, знамениях, в твоих ответах, как Давид некогда в древности познавал, Господь, Твое величие, Боже, и действительно восклицал, велик Ты, велик Бог, велик Господь, слава Тебе, Боже всемогущий, слава, слава и хвала Господь, Аллилуйя. Да, потому что братья и сестры, перед тем, как вот, ну, в начале псалма, что мы прочитали, да, того 39-го псалма, что он как раз Давид и свидетельствует, что Бог его спас, что спасение Божье он пережил в своей жизни, да и не единожды, он переживал чудеса такие, серьезные чудеса, и ему было за что славить Бога всемогущего, вот, и он славил, действительно славил Творца, славил Бога живого, Аллилуйя. Вот, и мы, конечно, славим Бога непрестанно верующие, молимся, благодарим Бога за все, за все, но как-то особенно, не знаю, это словословие, как-то по-особенному звучит всегда, когда мы переживаем, знаете ли, вот этот, ну, ответ на молитву, да, согласитесь, когда переживаем, вот, решение, вот, какой-то нужды, проблемы, о чем мы молились, о чем мы взывали к Всевышнему Богу, вот, и здесь приходит ответ вдруг, знаете ли, ну, человек неверующий, или, там, кто там на пути к Богу, многие, обычно люди говорят, ну, так вот совпало, так вот почастыло, так вот повезло, так вот, знаете ли, вот, его величество случай, вот, но верующий знает, что это не просто так, не просто все. И, как говорил Чарльз Перджин, такой был православный, ой, извиняюсь, православный говорю, он протестант был, протестантский такой златоустый проповедник, он похож на, вот, по, как бы, манере на Иоанна Златоустого, и он так же, как и златоустый Иоанн в четвертом столетии, так вот, в девятнадцатом веке Чарльз Перджин носил такой, как бы, неофициальный такой титул короля проповедников, вот, и Чарльз Перджин очень правильно говорил, что его величество случай, это на самом деле псевдоним, его величество Господа Бога Святого, аллилуйя, слава Богу Святому, аллилуйя. Роман тоже подключился, да, хвала Всевышнему, шалом, пастор Сергий, аллилуйя. Роман, благоставляю вас, брат возлюбленный, слава Господу. Благоставляю всех, кто сейчас онлайн подключился во имя Господа Иисуса Христа, и здесь, вот, у меня онлайн Библия здесь подключена сейчас, сайт такой, Библия онлайн называется. Вот, здесь разные переводы есть, вот, и русские в том числе разные переводы, вот, использую тоже порой с этого как раз сайта, да, Библия онлайн. И вот, и 39-й псалом, 39-й псалом, начальник ухора, Давид пишет здесь, «Твердо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне, и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва и стенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему». И дальше нам увидят многие, и убоятся, и будут уповать на Господа. Действительно, это чудо, когда мы переживаем вот это, ну, переживаем Божье чудо от Бога, когда мы переживаем вот это вот решение каких-то, не знаю, вопросов, когда мы, одним словом, получаем ответы на молитвы, ответы на молитвы, то действительно, слава Богу, мы просто наполняемся хвалой, большей-большей хвалой Господу. И многие тогда действительно тоже покоряются Богу. Иисус пишет, Бог, шалом Христово, как у вас на Украине? Ну, в Украине я буду в августе месяце, вот, и надеюсь, все хорошо там в Украине. Молюсь, сейчас молюсь, братья пишут, слава Богу, вот, церковь Божья растет. Вот, в августе месяце буду в Украине, и передам приветы уже с Украины, уже, вот, с Киева непосредственно, слава Богу. Вот, Роза пишет, да, о спасении детей сына Руслана и его жены Лилии, и их детей. Поддержите в молитве, спасибо. Спасибо, Роза, за доверие, вот, за то, что вот написали, вот, и это для меня честь, вот, поддержать вас в молитве сейчас. Помолимся, да, друзья, кто подключился сейчас. А вот, Роман, как раз, Роман отвечает Иисусу, у нас в Украине славит Господа, Аллилуйя, Аллилуйя. Давайте помолимся, кто подключился сейчас, онлайн, значит, по поводу, вот, молитвенной нужды сестры нашей, Розы. Ахмед Галиевый, значит, Господи, благослови Руслана и Лилию и их детей во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, Боже Всемогущий, по богатой своей милости, о спасении детей, о спасении, Боже, молю Тебя. Да прославится имя Твое Святое, Боже, в них, Господь, и через них слава Тебе, Боже Всемогущий. Ты сказал, что спасешься Ты сам и спасется дом Твой. Боже, пусть сердце нашей сестры Розы, оно, оно будет, это сердце просто переполнено этой благодарностью к Тебе, Господь, за спасение. Потому что для родителя земного, для отца, матери, как для Тебя, Боже Всемогущий, небесного нашего родителя, нет больше радости, чем видеть детей своих, ходящих в истине. Слава Тебе, Боже Всемогущий, слава. Аминь, аминь, аминь. Благоставляю Вас. Благоставляю Руслана, благоставляю Лилию, их детей, благоставляю. Аллилуйя. Арсений пишет, прошу молитв о моей миссии в РПЦ. Пусть Бог благословит Вас, Арсений, во имя Иисуса Христа, благоставляю Ваше служение. И молимся мы регулярно, и вот на протяжении тех трех месяцев молимся за все православные юрисдикции. Канонические, неканонические, второканонические, старого обряда, нового обряда, разных направлений, всех ветвей. Вообще за восточную церковь молимся, за восточное христианство молимся, о духовном пробуждении. Тоже участвуйте в этом. Я думаю, что более детально, более подробно надо будет это даже выставить, будет и в блоге, и в социальных сетях. Господь, помоги. Славик, да, спасибо, Сергей, молимся за тебя, спасибо огромное, благодарю вас. Таня, да, помолитесь за дочь, переходной возраст утверждает, что она он. Пусть Бог благословит вашу дочь, и пусть она примет свою женственность, пусть примет она в этом сейчас переломном возрасте, пусть она примет действительно себя как творение Божье, как дочерь Божью, как именно действительно вот, ну, прекрасную и вот, не знаю, удивительную судьбу и душу от Бога, посланную на эту землю во имя Иисуса Христа, любите ее, да, вашу дочь в этом возрасте, особенно как раз вот, необходимо вот эту любовь являть, вот, и просто видите, смотрите на нее, как на прекрасный цветок, как на прекрасное создание Божие, как на прекрасную девочку, вот, пусть она воспримет себя именно как дочерь Божью, аллилуйя. Иисус привет из Германии всем передает, ну, правда, чудно как-то, когда люди подписывают, значит, своей странице таким именем, Иисус Бог пишет, ну, я не против, я не учу вас, но просто я рекомендую вам все-таки переименоваться как-то, ну, ладно, хотя некоторые вот по такими именами, как бы, там, часто публикуются, вот, но обычно как-то чудно, честно говоря, для меня. Мне как-то естественнее, проще, вот, под своим именем всегда говорить, потому что, ну, а что нам скрываться-то, знаете ли, под чужими какими-то вывесками, именами, вот, а если Христос Бог в нашем сердце, то это и так должно быть видно без вывесок этих, без этих, вот, переименований. Хотя у всех свое понимание, у всех свой Бог, у всех свое понимание веры, вот, у всех свой путь в Господе. Ольга пишет, да, подержите в молитве за девочку Дашусь, 11 лет, пишет, да, сильная сцепь на ногах, врачи не могут диагноз поставить, вот так вот, представляете, колют антибиотики, дают гормоны. Мне тоже вот и антибиотики, и гормоны давали, вот, и это все сказалось тоже вот так вот на полноте сразу, значит, вообще эти гормональные препараты нужно очень осторожно. Вот, слушайте, Тимур, я говорю, в 11 лет, слушайте, мне взрослому и то как бы это повлияло, а представьте, 11 лет, да, и пишет, и я сегодня сдавала анализ на сахар высокий, 12,4, да, должно быть 5,5, верю в Иисуса Целителя, аминь, аминь, аминь. Ольга, да, присоединяемся к молитвам вашим сейчас, и вот за девочку Дашу, 11-летнюю, да, вот, молимся во имя Иисуса Христа. Пусть Господь благословит сейчас и вас, Ольга, и девочку эту Дашу во имя Иисуса Христа. Боже, благослови сейчас, Боже, коснись Даши, Господь, Боже, и там, где даже врачи не могут поставить диагноз и используют такие препараты, такие гормональные эти препараты, Боже, помилуй, пусть Господь не состоится в ее жизни этих эффектов страшных, которым возможно от этих препаратов, Боже, пусть будет Твое исцеление, Господь, во имя Иисуса Христа. Благослови и Ольгу Самою, Боже, во имя Иисуса Христа, пусть этот сахар подизится до необходимой нормы, во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь. Аминь. Иисус Бог пишет, да, я просто хочу этим показать, что Иисус естественный Бог, и в этом мире это большинство отрекалось от Него, как и с сильным Господом. Но, да, я понимаю вас, брат, потому что действительно, значит, очень много неверия сегодня, вот, к сожалению. Алиса, Алиса пишет, да, мир Божий, возлюбленные, прошу молитвенной поддержки, есть подозрение на внематочную беременность. Ага, вот так вот. Четыре года назад мне уже пришлось это пройти. Ай-яй-яй. В этот раз уровень гормона растет, но плода не видно. Алиса, слушайте, я, значит, общался со священниками, значит, с Польши. Отец Максимилиан Подвига, он служил в Киеве как раз, мы общались с ним в Киеве, в монастыре кармелитанского ордена. Значит, и он как раз вел служение для помощи матерям молодым, значит, там, вот. И очень хорошее свидетельство звучали. Он сам, по-моему, с Гданьска, если не ошибаюсь я. Очень сильное свидетельство, медицинские доказанные чудеса Божьи свершились, в том числе с внематочной беременностью. Там у них в костеле была женщина, которая пришла к священникам и вот чуть не плачет, ну и плакала, да. Понятно, что врачи поставили, вот, определили внематочную беременность. Уже, ну, однозначно, что надо было прервать беременность. А женщина не хотела прервать, женщина хотела стать матерью. И священники тогда и в их городе, и в других городах объявили по всем костелам, молились за эту женщину, молились. И Бог совершил чудо, которое документально подтверждено было впоследствии. И, ну, и в жизни уже увидели беременность, была настоящая, уже не внематочная, а маточная беременность. То есть, извне маточной беременность, она стала маточной, представляете? Вот, чудо Божье свершилось, и, значит, и потом же нормально развивался ребенок, и она родила. Вот, и документально приносило свидетельство, что, да, врачи охали-ахали, такое не может быть, но невероятно, говорится, но факт. Поэтому, даже если что-то и не так там, то Бог досвершит чудо. Вот, Алиса, а сестры Лена, да, в пятницу 24-го сказали, что будут решать, если подтвердится диагноз, то будут удалять трубы. Верю. И слышала свидетельство о том, что Бог может совершать невозможное, да прославится Его имя и родиться. Аллилуйя. Господь, помилуй. Господь, помилуй. Сейчас прошу, Господь, всемогущий. Врачи сказали, Боже, Ты это слышал, Господь, Боже, Ты это знаешь, что они говорили, Господь, и что они решали. Боже всемогущий, прошу Тебя прикоснись сейчас, Господь Божий, и пусть, Господь, не удаление, не вот это вмешательство Божие, но пусть, Господь, Боже, будет действительно и беременность благословенная, и роды, Боже, развитие ребенка и роды, все будет благословенно Тобой во имя Иисуса Христа. На радость родителям, на удивление и восхищение врачам. Пусть прославит имя Твое Святое. Аминь. Аминь. Мидо пишет, да, мир вам, братья и сестры. Аминь, аминь, аминь. И, Аллилуйя, слава Тебе, Господь, благоставляю вас, братья и сестры, дорогие друзья, во имя Иисуса Христа, благоставляю, вот, и свидетельство от сестры Лены, да, от сестры Лены, я понял, да, Алиса, от сестры Лены, вот, и пусть Господь благословит сейчас, вот, и завтра утром продолжим тоже в молитве, кто имеет возможность утром, в 6 утра подключаться, подключайтесь, пожалуйста, хорошо, вот, продолжим молиться, и если какие нужны будут еще, то тоже не стесняйтесь, пишите, хорошо, вот, я, значит, постараюсь вот оглашать эти, вот, как раз эти просьбы, нужды и молиться. Да, кстати, еще то, что на Viber и WhatsApp присылали, сейчас не буду оглашать многие эти вещи, но, Господь, благослови сейчас все вот эти нужды людей, которые принесены пред Тобою, Господь. Боже, благослови решением своим, Боже, благослови, Господь, по милости своей, этим чудом, Боже, исцеление, благослови, Господь, во имя Иисуса Христа, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе и хвала, Аллилуйя, Аллилуйя. Да говорят непрестанно, велик Господь, Бог велик, Аллилуйя, слава Тебе, Господь, благословляю вас. Арсений тоже написал, редко получается к вам подключаться, радуюсь и славлю Бога, что теперь все больше и больше людей присоединяется к трансляции, да благословит Бог ваше служение во имя Иисуса Христа. Спасибо огромное, брат, дорогой Арсений, благословляю вас тоже, благословляю служение ваше, вот, и молюсь, молюсь, конечно, эти дни я в Петербурге, потом буду в Москве уже, вот, если кто в столицах живет или находится в эти дни, да, в Питере и в Москве, то пишите мне, вот, на Вайбере, на Ватсапе, вот, встретимся, пообщаемся с превеликим удовольствием, кофе попьем, пообщаемся. Буду очень рад знакомству. Вот, ну и уже в Киеве, конечно, в августе месяце, кто имеет такую возможность быть в Киеве, добро пожаловать на собор. И прошу ваших тоже молитв, братья и сестры, дорогие друзья, прошу ваших молитв, вот, о предстоящем соборе. Я сам сейчас вот в таком трепетном волнении, в молитве пред Богом благоставляю собор, преображенский собор, как мы его назвали вновь в этом году так же, потому что он как раз на праздник преображения Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Мы будем проводить воскресенье, 18 августа, поэтому где-то себе там отметьте, в Киеве на соборе быть, да, значит, 18 августа, воскресенье. А 19 августа, значит, это будет понедельник, сделаем такие рабочие заседания, продолжение, вот, ну, в такой трансляции, прямой трансляции онлайн. Слава Богу! И на протяжении всех дней преображения Господнего будем как раз вот именно, ну, продолжать тему эту. Преображение лично каждого верующего, преображение поместных церквей наших, преображение всего тела Христова, всей Церкви Божьей. То есть не только, конечно, будет идти речь о православной Церкви, православии вообще, мировом вселенском, но будет идти речь и вообще обо всем христианстве. То есть, но в первую голову, да, конечно, на повестке дня будет реформация и обновление восточной Церкви, восточного христианства. Всех православных церквей, ветвей всех древних этих, и древних, и новых разных православных церквей. Каноничных церквей, неканоничных, второканоничных, разных-разных православных церквей. Вот, молимся об этом и прошу ваших тоже молитв, участия вашего. Слава Богу! Вот, и еще, братья и сестры, в начале августа планирую быть уже в Киеве и перед собором до 18-го числа, до 17-го даже, потому что мы будем делать еще 17-го числа накануне предсоборный шаббат будет у нас, суббота такая, предсоборное уединение в молитве. Вот, будем с хлебопреломлением собираться вместе, вот, рассуждать, молиться, поститься. Слава Богу! Бога прославлять, такой будет у нас вот, как бы, суббота такого словословия, молитвы, благоставляем, будем благоставлять Бога. Вот, и до 17-го, до субботы, до 17-го августа хочу издать сборник статей. Вот, помогите мне в этом, хорошо? Слава Богу! Пусть Бог благоставит вас всех, дорогие друзья. Вот, паки-паки, как говорится снова и снова, благоставляю всех вас во имя Иисуса. Благоставляю сейчас свою семью, благоставляю супругу свою, драгоценную, Инну Сергеевну, благоставляю детишек наших, внуков наших. Благоставляю вас, родные, любимые, дети Божьи, братья и сестры. Благоставляю ваши дома, родных, ближних, священническим, старым, добрым, нашим библейским, еврейским благословением. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Благословения всем вам, братья и сестры. Таня Литвина, спасибо, аминь. И вашу семью благоставляю. Аллилуйя. Спасибо. Пусть Бог благословит вас всех с миром Божьим, братья и сестры из Санкт-Петербурга, с берегов Невы. Благоставляю всех вас во имя Господне. И завтра в 6 утра подключайтесь к утренней молитве. Пусть Бог благословит вас. Аллилуйя. Аллилуйя.